Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Рядом со мной находится главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олег Пархаренко. Добрый день, Олег. Добрый день. Сегодня необычный формат данной передачи. Сегодня двое ведущих и один у нас гость. Давайте гостям... Бывает и такое. Да, бывает и такое. Давайте гостям представим. Это Владислав Гриб, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Ну, на самом деле, можно еще дальше регулировать продолжать. Добрый день, Владислав. Добрый день. Мы сегодня собрались вот по такому поводу. Накануне состоялся гражданский форум Кировской области. И вот Владислав Валерьевич, это тот самый гость, который поприсутствовал на гражданском форуме. Ну, уже нужно, видимо, спросить о впечатлениях от этого мероприятия. Вы знаете, очень хорошее впечатление. Подкупает искренность, откровенность. Подкупает то, что губернатор участвовал не просто на пленарном заседании, а такой на рабочей секции форума, и не как, знаете, такие на 15 минут, и в этом час подискутировали, покритиковали, поспорили. То есть реально гражданский форум, где идет диалог между властью, между гражданами, и сами между собой, ну, поспорили так, немножко так, ну, градус был неплохой для дискуссии, и многие вещи были очень интересны. Александр Владимирович, вот там в самом начале было подписание соглашения, которое, может быть, кто-то там не заметил, не обратил внимания, но вещь, на мой взгляд, знаковая и интересная. Это о появлении сайта, благодаря которому некоторые общественные инициативы, если они наберут 5 тысяч подписей, 5 тысяч голосов, будут рассматриваться правительством власти. Вещь действительно уникальная. Вещь уникальная, в связи с чем, что у нас, к сожалению, у меня большие вопросы к нашим федеральным властям, у нас так, у нас навязывают регионам стандарты участия общественности на федеральном уровне, в реализации общественных инициатив на региональном уровне. Вы имеете в виду, что сейчас сравнивается с Российской общественной инициативой, да? Да, там нужно набрать 100 тысяч голосов, и твой институт будет рассматривать. И там же говорят, что, пожалуйста, и 1%, вернее, 5%, или 5% для субъекта. Для субъекта 5%, знаете, это десятки тысяч подписей, и их нереально набрать в Кирове. А для Российской Федерации всего 100 тысяч, это вообще меньше 1%. То есть, ну, получается некий парадокс, что, знаете, что для Российской Федерации 100 тысяч, что для Кирова 60, ну, это совершенно цифры, которые, ну, нелогичны и не укладываются даже чисто и математически, они нереализуемы. А здесь, конечно, ну, подправили, довели конкретную цифру до 5 тысяч, и 5 тысяч подписей легче собрать, чем 60 тысяч. Грубо говоря, вот это соглашение подправило, ну, федеральное законодательство в плане реализации гражданских инициатив на региональном уровне. Я хочу пояснить, Олег, просто присутствовал на форуме, да? А там, вот, поконкретнее еще, сроки появления этого сайта? Ну, насколько я понял, сам портал уже должен начать работу вот-вот, да? А речь еще идет о том, чтобы, вот, помимо, собственно, подписания этого документа, чтобы появился закон об общественном контроле, чтобы появилось обоснование, да, еще обоснование законодательное для, как бы, дальнейшей этой работы. То есть, мало того, что есть соглашение, и ты можешь свои инициативы высказывать, но должно быть... Или это не взаимосвязано? Знаете, это, наверное, напрямую не взаимосвязано, можно отдельно, ну, как кусочек, но лучше это будет, ну, скажем так, одно из оснований здания по построению общественного контроля в Кировской области. Все-таки закон это не соглашение, его нужно исполнять? Да, понимаете, ну, это соглашение такая добрая воля губернатора, я думаю, что будет потом новоправка в закон, но сама общественная инициатива, да, она наберет 5000 голосов, но она без реализации, без обязательства рассмотрения, без контроля за ее реализацией, она так останется, скажем так, на бумаге, я говорю, уже по практике рассмотрения федеральных инициатив на федеральном уровне. Это, кстати, будет рассматривать их собрание целиком? Нет, о законе пока просто речь идет, да, там нужна еще работа предварительная, и выступал Олег Титов, Олег Ткачев, тоже замсекретарь общественной палаты, говорил, что уже были такие предложения, рассматривали в марте, но решили пока отложить, чтобы не, ну, образно говоря, там, чтобы в седьмом период лошады покупать сначала на битшишек. Да, это вот все, знаете, у нас все субъекты, они же самые умные, самые хитрые, они смотрят друг на друга, кто первый начнет, шишки набьют, а мы попозже, то есть мы наблюдаем, но уже 15 субъектов закона и одобрили. Но я вам скажу, без оригинального закона у вас не будет общественного контроля в Кировской области, только на федеральном, а там основы, именно основы, общественный контроль либо не заработает, либо будут, скажем так, даже скандалы и противоречия. То есть все-таки надо над ним работать, может быть не месяц, два, может быть полгода, год, но он нужен, потому что нам как бы дали молоток, а гвозди, куда забивать нам, нам не показали, как забивать, куда, с каким темпом, ритмом. Поэтому мы можем, скажем так, и не туда ударить, и не по тому месту ударить. А вообще этот закон должен помочь гражданин, группе граждан, приходить в любом органе власти и требовать какие-то документы, проверять эти документы. Об этом и речь, что вроде бы в федеральном в общем написано, что может. Кстати, за основу будет добраться федеральный закон? Конечно, за основу. Он называется об основу, да. Но вы знаете, вот у меня возникает вопрос, вот сколько граждан, какие граждане могут, кто их уполномочит, могут ли они каждый день приходить, два раза в день, ну, когда это может даже за основу лицу. То есть какие документы он вправе дать там сразу, какие там в течение недели. Вот эти вопросы, это как бы очень много вопросов. Если это не будет дано в региональном законодательстве, но в подзаконных актах, грубо говоря, вас могут просто, ну, послать и далеко, и жестко, потому что многие чиновники, федеральные, которые работают в Кирове, региональные, они обладают хорошим образованием юридическим, знают свои права. И я хочу сказать, что здесь без серьезной базы законодательной, ну, можно будет делать только если у чиновника будет добрая воля. Я вам все дам, покажу, если он уверен, что все в порядке. И главное, что в суде тоже сложно, если он откажет, суд обжаловать, ведь даже не сможет общественная палата. Она у нас не является юридическим лицом, не обладает судебной рабоспособностью. То есть, грубо говоря, как бы дали инструмент, но не до конца он действует. Поэтому, конечно, для граждан это хороший закон, и он должен реализовываться, и будет реализовываться в области Кировской. Это очень важно. Но если не будет местной базы нормативной, местной практики, и даже на прямом этапе будут проблемы, скандалы, может быть, даже прокуратура будет, скажем так, возмущаться. Какой-то период роста. Потому что пока не было ни одной общественной проверки в области. Я не знаю, вот там в сквере сегодня что-то снесли у вас там. Это флигель в музеях Ахрикова. А, это ты не поднимался. Да. Сегодня, когда Север Монтитов поднял эту тему. Ну, как обычно, проверка, кто принял решение, на каком основании и так далее. То есть, я скажу, пока таких инструментов нет, это все декларативность. Но я так пообщался с Никитой Юрьевичем, с коллегами. Желание есть. Не надо спешить. За месяц мы его не примем. То есть, должно быть общественное обсуждение. Даже не только в Кирове, в районах. То есть, понимание, как это будет действовать на местном уровне. Что у нас проблемы. Все-таки не все районы имеют. Ну, это и в стране, не все регионы. Развитые гражданское общество специалистов, экспертов. Это, особенно, говорю, на районном уровне, не так все просто. Что касается федерального закона об основах общественного контроля. Работает он с июля прошлого года. СМИ называют вас единственным разработчиком. Нет? Ну, нет. Знаете, в отличие от американского законодательства, у нас нет понятия там, ну, всяких там, авторских поправок. Это еще есть. Во-первых, есть еще и Дискин, Иосиф Евгеньевич, мой коллега. Есть ряд коллег по общественной палате. И поэтому это, конечно, ну, коллективный труд. Это понятно, что есть, наверное, те люди, которые активно выступают и пишут комментарии. Сейчас в учебник пишу. И был одним из инициаторов. Но потом есть депутаты, которые работали, сенаторы принимали. Ну, наверное, один из самых активных. Да, я готов с этим согласиться. Ну, и, наверное, все шишки тоже из-за этого я получаю. Хотя за некоторые шишки я не отвечаю, что у нас многие депутаты и коллеги пошли на компромисс и убрали те нормы, которые, конечно, хотелось, чтобы они там бы остались. Потому что лишены права на общественный контроль юридически, хотя у них это есть. Ну, в законе это наши граждане. Знаете, ну, граждане это... Они являются субъектами. Они субъектами. Вот я хочу, Олег, я хочу предложить все-таки заняться небольшим просвещением. Хотя бы вот несколько пунктов рассказать о том, что это за закон. Да, закон, который предполагает контроль за органами власти, исполнительной и законодательной. Исключаются суды, вполне понятно, что глава государства, полиция, оборона, безопасность, ФСБ и так далее. В четырех формах общественные расследования, общественные проверки, у нас было расследование, сейчас это проверка, мониторинг, обсуждение, слушание. И субъектами являются общественные палаты всех уровней, и федеральные, региональные, и местные общественные советы при федеральных органах власти, общественные наблюдательные комиссии, естественно, группы по общественному контролю, которые создаются для каких-то контрольных отдельных видов. Но все-таки этого мало. Этого мало, потому что все эти субъекты не являются юридическими лицами, все. Формы, конечно, тоже четыре формы явно мало. Потому что вы даже, знаете, я считаю, что сам факт обращения гражданина в прокуратуру, это уже форма общественного контроля, да, это одна из форм. Обращение в суд в защиту, ну, ряда, как бы, ну, граждан и организации от имени НКО, это тоже форма общественного судебного контроля. И они есть, они реально есть, и то, что они, наши депутаты, Госдумы, к сожалению, не все услышали меня, ну, вывели эти формы и субъектов из закона, они все равно существуют. Поэтому это такой, ну, больше специализированный закон для специализированных субъектов. Поэтому прав за контроль, по контролю за деятельностью органов власти у нас гораздо больше. И у граждан, и у некоммерческих организаций. Поэтому закон, я всем хочу объяснить, он все равно дает расширение, то есть он не умаляет, он лишь дополняет. Потому что многие толкуют так, вот есть четыре формы, есть субъекты, и больше никто на них улазит. На самом деле это дополнение для таких, скажем, ну, особых субъектов, ну, как палаты, советы, ОНК и так далее. Горислав Павлович, вот у меня ощущение складывается, и была эта мысль тоже прозвучала на форуме гражданском, что закон предполагает наличие вообще гражданской активности, наличие людей активных. А эти люди, они там ходят из одного совета вот такие, действительно активные, которые, понятно, что непрофессиональная деятельность, деятельность дополнительной профессиональной обязанности. Их мало в России, да, и получается, что общественный контроль у нас пока декларируется, но по факту его нет. То есть это вот как раз с седловкой и лошадью, закон сделан под то, что когда-нибудь активность появится, или это не так, или уже есть. Вы хорошую тему подняли, потому что закон, любой закон рассчитан на идеальное гражданское общество, на идеальный граждан. Знаете, ну, если в Кирове есть общественная активность, то там, ну, в Белой Холомнице, в Кирове Чапецке, ведь где найти столько, нам нужны эксперты, чтобы они были знаниями и компетенцией. Нам нужны граждане порядочные и честные, чтобы они не в каких-то там бизнес-целях, там, или политических этим занимались. И нам нужно, чтобы у них было свободное время, и они этим бескорыстно занимались. То есть это вот четыре условия, они практически невыполнимые. Потому что каждый, кто-то идет в палату общественную, скажу откровенно, там, ну, чтобы там, ну, как-то себе продвинуть, ну, там, ну, в политике, в бизнесе, ну, есть и такие, ну, или... На свое имя поработать. Да, то есть поработать на свое имя, на свою репутацию нормально, если он понимает, чтобы это была репутация честного, авторитетного, там, деятеля, как бы, ну, гражданин, профессионалы, к сожалению, ну, таких есть и другие люди, на самом деле. И проблема с гражданской активностью, то есть надо, чтобы был активный гражданин, был умный, компетентный, честный, порядочный. Мы таких чиновников ищем, так сказать, а уж граждан, и чтобы они в свободное от работы время бескорыстно решали вопросы благо, как бы, скажем так, ну, благо общества. Это проблема. Но и правильно сегодня было сказано, что во многих советах одни и те же люди, и они одни и те же вопросы обсуждают, они разбираются и в здравоохранении, и в сельском хозяйстве, и в производстве, там, всяких товаров и так далее. Есть проблема, поэтому одна из задач общественной палаты, власти, это все-таки активизировать гражданское общество и поощрять, наматировать, скажем так, ну, граждан, которые заинтересованы лично сна в развитии вот такой активности в семье, в подъезде, в доме, ну, и так далее. Вопрос вот этот стоит не только в Кирове, он стоит на всей территории Российской Федерации. В Москве, в Петербурге там, как бы, есть, там все-таки, там, ну, города миллионники побольше, в Кирове есть, а вот уже в городах небольших мало, где, наоборот, нужен общественный контроль, где иногда власть местная, ну, беспредельничает, вот там сложности. Это, кстати, тему поднимал не раз Андрей Леонидович Усенко, ну, секретарь нашей общественной палаты, о том, что, ну, то есть он искал ответ на вопрос, писал колонку на газету как-то раз даже, как активизировать членов общественной палаты на их работу, то есть они номинально являются, но фактически собрать их, бывает, очень сложно. То есть вот, где эти механизмы, которые общественнику, хотя бы до июра, еще и, как его вовлекать в общественную палату? Ходят, обещают, а потом, как бы, они этот статус некий получили и уже, как бы, и занимаются, и, ну, как бы, есть статус, можно, как бы, дальше работать, заниматься, может быть, решать свои личные проблемы, бизнес-проблемы, может быть, где-то и общественные решают. Очень тонкая грань. Я за. Статус нужно использовать в разумных целях. Если ты не можешь, как членов палаты, свои права защитить, то грош тебе цена. Если я не могу, там, жили просто там с управляющей компанией в своем доме, то меня не будут даже, скажем так, уважать соседей, скажут, что ты, вроде, общественник, ты не можешь элементарно просто, как бы, ну, решить и для себя, и для всего дома, ну, и так далее. Поэтому, конечно, важно свои личные права защищать, как бы, права своей семьи, своего, там, подъезда дома и так далее. Но зачастую люди получают некий статус, есть такие люди, наверное, в каждой палате, в каждом совете. И, как бы, мы, что, вроде бы, уже они профессионально или общественно состоялись дальше, там, чем-то другим заниматься. Но нельзя затоять работать на общественных началах, когда ты платишь зарплату, у тебя есть соглашение, контракт, инструкция и так далее. Общественная деятельность, она сегодня, у тебя есть время и желание. Потом, знаете, семья, дети, проблема, работа, как бы, на подработке. И вопрос тот, конечно, здесь еще очень важно от самой палаты. Нам нужно, чтобы при палатах, как в Новосибирской области, они окорректовали около ста общественных организаций. Это, как бы, некий кадровый резерв для палаты. И экспертный. То есть, именно общественных организаций. То есть, это такой, ну, близкий круг. Палата, это ведь, ну, не самые умные люди, я откровенно. Я и по себе скажу, в Москве гораздо умнее и лучше, и авторитетнее. И в Кирове, то есть, военнослужащие палаты, это самые лучшие общественники, самые умные люди. Это некая орг-группа, которая готова за бесплатно, на общественных началах, грубо говоря, так как бы, я иронизирую работать, на гражданское общество. А у нас, к сожалению, некая такая, некая общественная номенклатура. То есть, у нас есть госбюрократия, есть такая уже общественная, как бы, на бюрократии. Я знаю, с губернатором общаюсь, могу там, на радио, СМИ, статус и так далее. Вот люди не понимают. Но это, к сожалению, и наша психология. Такая, ну, патерналистская. То есть, восприятие, что это как право, а не как обязанность. То есть, у нас, как чиновничье место, это возможно. Иногда люди думают, что нам деньги даже платят. Говорят, ну, у вас же там, или да, конечно. Кстати, вы знаете, что на сайте общественной палаты Кировской области есть рейтинг членов палаты по количеству публикаций, выступлений в СМИ, по количеству рассмотренных, там, просьб, обращений и так далее. Как относитесь? Я к любым рейтингам отношусь. Какую идею? Немножко со скептицизмом. Наверное, нельзя занять, конечно, работу по количеству. Это очень важно. Это важно, это, знаете, как, но, если что, качество работы. Вот я как-то лет пять занимался одним делом. То есть, пять лет уже как бы все бросили, занимался. Я вот довел до конца. Но оно очень такое было глобальное, крупное. А можно взять сто ответов на письма, СМИ выступить с какой-то инициативой. То есть, здесь очень важно, чтобы был баланс между качеством и количеством. Как форма, ну, как форма контроля работы палаты, как лишним, как такая, ну, мотивация, она оправдана. Но надо, чтобы был, конечно, и качественный критерий. Если кто-то делает одно громадное дело, сделает, то он, конечно, может переплунить всех членов палаты. То есть, не надо здесь иногда заниматься излишним самопиаром. Наверное, это допустимо, но до определенной степени. Что вот у нас уже увлекаются. Ну, эффективность просто должна исчисляться каким-то измеряемым показателем. Нет, измеримость нужна, но рейтинг, это очень, очень штука, когда, хорошо, я ответил на два серьезных письма, я разобрался, посмотрел, дал, то есть, ну, дал консультацию. Или я вбил типовой ответ в компьютер и ответил на 20 писем. Что ваше будет рассмотрено, у нас есть такое, ваше будет рассмотрено, спасибо за письмо, мы его переправим там в прокуратуру, губернатору, ФСБ, МВД. Кто-то пишет, читает, отвечает, помогает, встречается. То есть, да, я согласен, что это как один из инструментов, но не основной, и оценку давать тоже это, но, как один из мотиваторов, да. Что я говорю, о рейтингах, ну, знаете, рейтинг все-таки иногда, это всегда субъективизм некоторый, даже, ну, то есть, даже по количеству. Возвращаясь к поиску гражданских активистов и понимая, что там людей взрослых как-то уже сложно изменить, да, и повысить гражданскую активность, может быть, обратить внимание больше на молодежь, воспитывать, что называется? Я очень согласен, скажу, у нас, знаете, в одной из ранних законов на Мордовии, там даже было в палате, ну, скажем так, квота для молодежи. У нас, как бы, молодежь, это потом, и мы, вот, социальные лифты для молодежи пока работают слабо. То есть, нам однозначно нужна и в России, может быть, и в субъектах, может быть, в университет, такая некая молодежная, большая общественная палата, то есть, молодежное правительство. Каждый нам вызовет. Эти молодежи, это будущее, они, может быть, не всегда правы, они всегда многие вещи видят, но этот потенциал мы зачастую, знаете, относим так снисходительно, ну, мол, студент, ну, будет там помогать и так далее. Вот эта ошибка, мы за нее уже сейчас платим очень дорого, что мало молодежи в палате нашей, ну, в Российской реально, в, у нас там, ну, и даже в Кировской палате, у нас там, у руководителя адвокатуры, у главврачебольниц, там, вице-президента ТПП, это люди уважаемые, они должны быть. Это, естественно, это опыт, но баланс с участием молодежи нам хотя бы неформально, ну, что иначе будет, ну, дискриминация, естественно, ну, по возрасту, это недопустимо, неформально прописать, чтобы хотя бы процентов 25 было до 25 лет. Они еще верят, они еще могут поднять студенческое самоуправление, они, ну, романтики, и скажу, что у них есть энергия, силы и время. А когда у людей семьи, дети, основная работа, форумы, симпозиумы, энергия уже не та, и забот больше. Хотя тут очень важный баланс между опытом, мудростью, и энергией, и желанием. Мне зацепила Ваша фраза о том, что там, молодежная общественная палата, имеется в виду не создание отдельной молодежной общественной палаты, а именно вовлечение молодежи. Конечно, нет, естественно. В серьезную уже, там, в серьезную. Знаете, при общественной палате Кирклосе можно создать и молодежную какую-то ассоциацию, сексу молодых лидеров. С молодежью нужно работать профессионально, долго и системно. У нас, к сожалению, как бы молодежь, нам форум провести, там, мальчики на регистрацию, девочки на это. Но настолько интересен потенциал молодежи, студентов старших курсов, аспирантов. Но мы зачастую как-то, мы его либо не ценим, либо считаем, что, ну, мы тут сами умные. Может быть, мы сами умные, но мы без них, мы для них работаем, ради них работаем, и мы без них многие вещи не сделаем. У меня пришла идея открытия факультета общественного контроля при каком-нибудь учебном заведении. Чем ты будешь заработать на жизнь? В Москве сейчас создается Академия развития гражданского общества. При моей поддержке инициативе там будет такой факультет, там будет допрофессиональное образование давать. Удивительно, у нас же, кто занимается госконтролем, проходит обучение, проверку стандарты. Ну, вот я, например, там, у нас там законность, понимаете, инспектор, общественный инспектор. А откуда компетенция, квалификация? Вот что, кто будет ему, как бы, корочку описывать, что я прошел. То есть, понимаете, без образования в этой сфере, либо будут приходить профессиональные аудиторы, но это бывшие госслужащие, но таких мало единицы. И они многие не хотят, они на пенсии, они хотят ссориться с коллегами, ссориться не хотят все-таки. Либо все-таки надо обучать. Но это вопрос очень важный, очень серьезный. И перебудет, конечно, на поддержке и государства, и общества, но мы эту деятельность не начинаем. Потому что нет, и не с кем, некого посылать, проверять. То есть, я слабо разбираюсь, там, например, в тех же, не знаю, там, в госфинансах таких, но глубоких, где, там, ну, показатели, где огромный, то есть, там, ну, томат, цифр. Понятно, что, что там, сколько, там, ну, дорожного полотна, то есть, песок, щебень, сколько могли украсть, качество. То есть, это ведь нужны специальные знания. Но и к этому нужны стандарты общественного контроля. То есть, кого как привлекать, как оценивать. Это огромная работа, пока она не, это, я не говорю, один из ступоров развития общественного контроля. Есть возможность, но нужно обучить и дать гарантию, что это люди профессионально, и они будут проверять, скажем так, профессионально, компетентно и, естественно, без конфликта интересов. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня в студии Владислав Гриб, член общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Продолжается наша передача. Я напомню, что в роли ведущих сегодня Олег Пахаренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, и я, Владимир Сметанин, и беседуем мы с Владиславом Грибом, это член общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Федеральной палаты адвокатов России. У меня вопрос... Хотелось бы, да, еще одну тему затронуть. который тоже обсуждался на гражданском форуме вопрос касающийся общественных советов очень интересно резонуло файл за губернатором Никита Белых что общественные советы нужны не для эффективности работы, чтобы были вы добавили что это такая своеобразная защита от пожара или от дурака в силу того аргументированное это было тем, что объясню слушателям что с одной стороны это не профессионалы должны быть это должны быть люди компетентные но это не могут быть эксперты потому что тут начинается конфликт интересов если они эксперты в этой отрасли скорее всего они будут свои права качать насколько действительно общественные советы которые есть при органах федеральной власти в муниципалитетах региональных министерствах сейчас у нас появляются нужны и зачем Данил Геннадьевич прав и не прав одновременно он в чем прав, он сказал, что если органы госвластия работают эффективно честно, порядочно то тогда общественные не нужны знаете, тогда, наверное, общественные оплаты тогда вообще, в принципе, мы должны тихо работать скажем так, на своих местах то есть система общественного контроля да, знаете, если все органы на всех уровнях власти от района до Госдумы до правительства работают эффективно то, наверное, все это излишне мы же знаем, как они работают в каждом субъекте на федеральном уровне не будем говорить про ваших соседей про дальних соседей к сожалению, вот эта красная кнопка или пожарная сигнализация она горит очень часто и должна гореть что на самом деле если чиновник будет знать, что за ним нет глаза общественности то, естественно, он будет более вольготно себя чувствовать и какие-то вещи проходить более в спокойном режиме то есть и документы подписать и решения принять но когда все документы решения будут проходить через общественный совет где будет все 15-20 человек и там и его друзья сидят и его враги и соседи не другие понимаете, ну не важно но это коллективный некий разум может быть а может этот разум он менее профессиональный и так и будет он менее чем человек профессиональный но вопросы а зачем а почему и чиновник должен на них дать компетентные ответы знаете это всегда то есть когда ты готовишься к некой дискуссии где есть оппоненты ты сам для себя это решение обосновываешь поэтому если у нас будет идеальное государство идеальное на бюрократии все будет честно не будет коррупция будут самые умные люди во власти наверное не нужны пока ситуация ровная то есть да наоборот поэтому знаете такое знаете я хочу сказать что даже само существование общественных советов будет уже помогать и борьбе с коррупцией и абсурдным и неправильным решением потому что противостояние ну понимаете ну как даже если он вынесет но решение которое на обсуждение то есть даже но не подписал ну скажет Вася, Петя а ты зачем ты в чью пользу это решение а чем ты обосновываешь вот таких два решения надо ставить как бы на вопрос о его компетентности если этого не будет оно будет очень тихо компетентно многие чиновники наши разворовать госбюджет брать взятки принимать неправильные решения и знаете у нас это как бы некий как бы некий такой вот еще скажу такая некая красная кнопка как бы некий тормоз он будет понимать что все решения будут не его начальник подписывать они будут еще обсуждаться на неком общественном сайте пусть это люди не профессионалы а вдруг кто-нибудь из них умный то есть спросят а это зачем а это или им подскажут оппонент или они не спросят эксперта знаете это как бы всегда всегда есть боязнь что твое решение будет обсуждаться ты не сможешь грамотно ответить зачем и почему но ведь вы сами признали что у нас не слышно бесскандалов не слышно громких ассоциалов абсолютно потому что у нас до сегодняшнего дня советы формируются руководителями органов власти вот я очень люблю совет роста регулирования а вы кстати ведь входите в несколько общественных советов при федеральных структурах вхожу обычно это силовые ведомства ФСБ МВД Минюз Минтранс я хочу сказать что я на них ставлю вопросы очень многие знаете есть люди я скажу честно что ряд советов ряд решений стали по крайней мере обсуждаться до до и знаете даже вносит ну не глава ведомства какой-нибудь зам ребята а как вы на это смотрите и тут можем расстрелять в конце глава ведомства да правильно ребята вот я думаю проверить вот там там Петрович ты не прав я же тебе говорил может такая некая игра ну пусть будет игра но скажем так самые такие идеи плохие или не очень компетентные не проходят хотя конечно советы то есть далеки от эффективности еще несколько лет чтобы они заработали еще с чем связана проблема в том что многие идут в эти советы за неким статусом корочку получить как-то контакты связи не все хотят ссориться с ведомством то есть люди идут близки к ведомству не оппоненты а близки к ведомству сейчас я надеюсь сейчас новая форма формирования совета будет немножко наоборот то есть не надо чтобы все были оппоненты ведомства это неправильно это и раздражает несколько конструктивных оппонентов но умных достаточно тогда нужно чтобы диригировал потому что сейчас диригировали некоммерческие организации проходящие за общественную банду Российской Федерации и часть экспертный совет правительства система тоже не идеальная но глава ведомства он в этом не участвует его ставят как бы ну перед фактом он может конечно кому-то позвонить попросить и так далее но это будут единичные случаи он не сможет весь состав совета сказать вот а раньше сделал состав совета подписал и вперед кстати а мне не ошиблись если скажу что ты входишь в состав общественного совета при в том числе при УМВД при УФНС и как раз они формируются пока еще по старинке когда есть решение ну поллада должна свое слово сказать на общественное то есть нужно то есть как бы нужно вот прямо из газет из СМИ парочку врагов УФНС парочку универов УМВД оппонентов не то что там как бы все плохо давайте таких конструктивных оппонентов уволили человека но незаконно с МВД он восстановился ушел он профессионал на общественный совет в качестве такого некого возбудителя спокойствия скажем у нас есть ночной патруль три года существующий но известное общественное движение в том числе Сергеем Косолатовым он выявляет в том числе нетрезвых водителей работает в связке с ДПС и в том числе выявляет иногда и сотрудников полиции за временно трезвых но таких людей ну и других известных людей которые будут возбуждать вы должны это в первую очередь поддерживать сказать спасибо что вы пьяных полицейских вот тебе благодарность грамота и так далее вот это надо поощрять что за выявление внутри он поществу является неким общественным функцией общественного управления собственно безопасности или ЭВД склоняет вот здесь очень важно чтобы сами руководители ведомств это понимали к сожалению но не всегда есть восприятие у нас это мы сами своих ловим а вы к нам извините меня оно не касается Владиславович знаете о чем еще хочу спросить в взаимопоношениях с президентом вы член общественной палаты Российской Федерации из списка президента все верно закон в основах общественного контроля вносил в Госдуму президент означает ли это что вы в контакте в хорошем находитесь знаете главой государства наверное ну это конечно не здесь в хорошем контакте он еще очень занят много других проблем но общественная палата все таки он находит время ежегодно может даже один раз в год для ежегодных речь с общественной палаты в юне была встреча очень интересная я хочу сказать что он понимает роль и значение он был инициатором создания общественной палаты мне сказал вот я все пять составов мы сегодня основание палаты завтра автор закона что он на первом приблизи сказал что ребята вас нигде не ждут вас никто чиновников не будет любить но вы нужны это вы нужны и нормальной власти и обществу поэтому работайте я буду вам всячески помогать и ну реально за эти годы ну как бы сделано ну немало но это как некая гарантия некая гарантия и защита что у нас приходится самые разные решения выносить самые разные мнения и такая и такая поддержка очень нужна завершается время нашей передачи нашей передачи напомню что гость в студии Владислав Гриб член общественной палаты российской федерации доктор юридических наук профессор вице-президент федеральной палаты адвокатов россии ведущий Олег Патаренко Владимир Сметанин спасибо большое спасибо спасибо спасибо